Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством известных художников с их работами Эмиль Бернард. Французский художник, неоимпрессионист, один из теоретиков символизма в искусстве, друг и единовышленник Поля Гогена, единственный ученик Поля Сезана. Я беру данные из Википедии, практически зачитываю. Родился он в Лиле в 1868 году, жил у бабушки, которая владела прачечной. Семья переехала в Париж, где Эмиль учился в колледже Сен-Бар. Затем он поступает учиться живописи в парижское художественное ателье Фернана Кармона, где знакомится с Тулус Латреком Иванголом. Через некоторое время изгоняется из ателье за упрямство, пешком отправится позже в Пон-Авен. Увидел Гогена. Их дружба и творческие отношения быстро окрепли. К этому времени Бернард разработал множество теорий о своих произведениях искусства и о том, каким они должны быть. Он заявил, что у него были желания найти искусство, которое было бы предельно простым и доступным для всех, чтобы не практиковать его индивидуальность, а все вместе. Гоген был впечатлен способностью Бернара озвучивать свои идеи. Совестно с Луи Анкетеном разрабатывает клуазанитский стиль живописи, заключавшийся в использовании разделяющих различных цвета контуров рисунка. Эмиль Бернард в 1890 году переживает религиозный кризис, после чего мастер обращается к предметам и сюжетам средневекового искусства. Через год, разрывая дружбу с Гогеном, присоединяется к символистской группе Адилона Ридона и Фернанда Ходлера. В том же году становится членом группы НАБИ. Знаменитая группа. В 1893-1903 годах путешествует по Египту, Италию, Испанию, создает по большей части религиозные символистские полотна. Возвращается в Париж в 1904-м и остается там до конца своей жизни. Преподавал, кстати, в Париже в школе изящных искусств. В начале своего творчества он склонялся к примитивизму. В конце жизни копирует полотна венецианских мастеров. Столь широким оказался разговор своих художественных увлечений. Отмечает, что творчество Бернара оказало решающее влияние на работы Пабло Пикассо. Его «Голубой период» публикует свои стихи под псевдонимом Жан Дорсар. И Йома Полинер искренне восхищается поэтическим талантом автора. В поисках метафоры, касающейся вашего поэтического искусства, я обнаружил, что каждый из ваших стихов – это луч солнца. Со времен Ренессанса мы не видели более совершенного человека. Я поклонник ученого, художника и поэта Эмили Бернара и Жана Дорсала. Псевдоним Бернара. Можно сказать, что в Британии не менее пяти улиц названы в честь художника Эмили Бернара. Одним из учеников Эмили Бернара был шведский художник Иван Агуэль. Ну вот так немножко вкратце о известном знаменитом художнике Эмили Бернаре, французском художнике, неопрессионисте, одним из теоретиков символизма в искусстве. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok